здравствуйте еще раз в общем меня представили не будем утомлять и и тому подобное я кстати смогу это переключать мышкой мне не смогу ну тогда я тебе буду кстати плохо смогу я тебе лучше буду говорить и ты будешь нажимать ваша ппдф к собственно говоря кто я такой я радиоастроном и работаю в радиоастромическом институте и действительно у нас харька есть радиоастромический институт это так для тех кто не знал при том довольно большой институт если честно у нас два здания в харькове если там обычных институтов здание 1 или территория 1 у нас две территории одна в центре другая на поселке жуковска кроме того мы имеем еще несколько гектаров земли под обсерватории за 70 километров от харькова то есть это не маленький институт институт большой в мире его знают в научных кругах украины знают а вот в кругах людей его мало знает поэтому я вам немного вот и рассказал о нем так чем же занимаются астрономы как они работают когда приходят на работу да там когда приходят что они делают делают они дальше получится получится а вот так они работают мы обычные люди мы ничем таким сверх естественным не занимаемся приходим и нажимаем на кнопочки сидим нажимаем пишем программы считаем ходим разговаривать печать притом это может быть занимать большое количество времени в этот момент мы опять таки обсуждаем что-то опять садимся опять нажимаем на кнопочки пьем чай и так далее все по кругу по кругу по кругу в общем все как у людей мы ведь мы обычные мы не кусаемся живем среди вас и так далее но бывают такие моменты времени когда мы все таки от вас чуть-чуть отличаемся а эти моменты времени это когда мы выезжаем на наблюдение когда мы ладно дальше у меня не получается следующий пожалуйста отлично и когда мы выезжаем на наблюдение то чем мы отличаемся во первых в астрономии в частности в радиоастрономии размер имеет значение поэтому мы наблюдаем на таких больших радиотелескопах они называются с помощью которых мы улавливаем очень слабый сигнал это кстати в зеленом это я фотография сделана в октябре 2013 года точнее это уже в ноябре 2013 года когда мы еще ездили на рт-22 в крыму наблюдать наблюдал я тогда области звезды образования чем мы еще отличаемся в эти моменты скажем так нам позволено лазить там где не позволено лазить вам поэтому нам позволено пример лазить внутри этой тарелки внутри вот там всего этого телескопа там по этих фермах и тому подобное опасно да но нам можно и следующий слайд пожалуйста что еще наши радиотелескопы обычно размещается в очень красивых местах тот же самый крым вспомним вспомните может быть видели множество картинок с иностранных и оптических телескопов и радиотелескопах в общем красоте не природа хорошие отлично иногда море правда вот этот раз два радиотелескопа вот 20 метровый радиотелескоп находится возле города он сала в швеции на этом радиотелескопу и были получены все эти данные которые я вам сегодня буду показывать это довольно северная край поэтому море холодную тут чуть-чуть уже по-другому но есть тоже горы дальше дальше нет 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 не надо вот есть еще верни назад назад верни это далеко верни назад и есть еще в принципе такие радиотелескопы как у tr2 у нас здесь под харьковом вот таких антенок которые здесь стоят на поле находятся 2040 штук картинка очень завораживает очень успокаивает очень вдохновляет приглашаем приезжайте расскажем покажем ну и в этот в эти моменты времени наша работа уже чуть-чуть отличается все-таки полевые условия мы можем и расслабиться но тут уже отличается тем что работаем в основном по ночам ну а вот теперь дальше и можно это тоже пропускать мы увидели что будет дальше стоп первое когда мы говорим о спектрах собственно говоря тема нашей лекции я думаю у вас первое в голове возникла это вот эта картинка которую мы помним еще со школьного курса физики на самом деле спектрами мы называем разные вещи это здесь показан часть электромагнитного спектра дальше кроме электромагнитного спектра который есть приведен вот на этой картиночки какие еще есть есть еще звуковой спектр здесь она показана звуковая дорожка и спектром называется распределение энергии зависимости от чего-то там в электромагнитном спектре это зависимость энергии электромагнитного спектра от частоты здесь конкретно в звуке зависимость мощности звука от времени есть еще в медицине понятия спектра в математике понятия спектра но сегодня мы с вами будем говорить об электромагнитных спектрах чуть-чуть еще выше пожалуйста поднимите есть у нас тоже помним со школьного курса физики есть у нас шкала электромагнитных волн все мы помним у нас она довольно большая и видимое излучение занимает очень маленький участок здесь есть радиодиапазон есть инфракрасные излучения и так далее так далее так далее как видим инфракрасные излучения занимают уже чуть чуть больше места на этой шкале и радиодиапазон занимает ну самое большое промежуток на электромагнитной шкале и конкретно вот этот спектр находится вот в этом месте 10 минус 3 это на 3 миллиметрах длина волны три миллиметра ну собственно говоря запомните эту картинку эти две сверху в принципе не надо а вот это запомните мы к ней еще вернемся а действительно дальше стоп когда мы из-за того что наша шкала электромагнитных волн она довольно большая мы не можем одним инструментом навестись и сразу все увидеть вот сразу есть силу эту шкалу загнать в один прибор и все сразу посчитать и мы хорошие мы написали кучу статей и на все знают нельзя разные волны разные условия нужны разные приборы для того чтобы их зарегистрировать ну в оптическом диапазоне вы знаете это оптические телескопы это те же самые вот фотоаппараты видеокамеры они фиксируют оптический диапазон в радиодиапазоне видели вот та большая большой радиотелескоп строим такие радиотелескопа туда ставим приемники получаем изображение в инфракрасном диапазоне получает изображение практически точно так же как в оптическом диапазоне за исключением того что матрица из других материалов сделано она охлаждается до абсолютного нуля практически с помощью жидкого гелия и тому подобное что же мы увидим если наведемся оптическим телескопом на интересующую нас область пространство дальше увидим мы приблизительно вот такую картинку это в оптическом диапазоне сфотографировано три фильтра в трех фильтрах потом они наложены в кучу и получили такую цветную картинку если мы посмотрим вот сюда в ближнем инфракрасном диапазоне дальше в ближнем инфракрасном диапазоне мы увидим вот такую картинку это точно такая же область вот здесь вы увидите крестик это то куда мы смотрим он не меняется никуда мы не сдвигаемся но картинка как видим уже другая и если посмотрим в дальнем инфракрасном диапазоне все верно картинка будет вот такая видим опять все поменялось все как-то стало по-другому мы видим много новых деталей но не видим уже тех деталей которые были на предыдущих картинках и так далее когда мы наводимся радиотелескопом когда мы наводимся радиотелескопом то область зрения скажем так радиотелескопа занимает у нас вот маленький кружочек вот такой красненький вот это конкретно вот тем радиотелескопом которые я показывал который находится в швеции вот такой маленький кусочек мы вырезаем мы можем увидеть давайте приблизим чуть-чуть этот кусочек и таки приблизим не в том смысле а смысле дальше смысле дальше его приблизить этот кусочек это тоже в оптическом диапазоне но теперь ближе теперь мы четко видим этот кружочек и дальше дальше все то же самое вы уже в курсе дальше у нас ближний инфракрасный диапазон дальше вот он этот ближний инфракрасный диапазон опять видим картинка меняется мы можем исследовать и так далее и дальше у нас идет дальний инфракрасный диапазон вот так она выглядит дальним инфракрасным диапазон почему я говорю ближний диапазон инфракрасный и дальний вспоминаем я просил вас запомнить вот шкалу электромагнитных волн инфракрасный диапазон занимает довольно большой участок поэтому мы опять же не можем одним прибором его смотреть поэтому мы смотрим двумя приборами или там тремя и так далее так далее если мы наведем наш радиотелескоп вот как показано вот в этот кружочек что мы увидим а увидим мы вот это да 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 все верно увидим мы следующие видим его такую картинку вот это электромагнитный спектр очень часто спрашивают там x когда экскурсии приходят на радиотелескоп часто спрашивают дайте нам посмотреть в радиотелескоп ну и в общем показывает эту картинку не спрашивает такая где звезды планеты где все шоу нас обманиваете на самом деле никто не обманет вот такое мы видим именно вот все что попало вот тот кружочек вот оно здесь изображено это распределение энергии интенсивности как вам удобно в зависимости от частоты излучения ну давайте перейдем к спектру чуть попроще это тоже получено в том же месте в том же направлении только спектр чуть попроще что мы здесь видим те как мы можем охарактеризовать его естественно мир мы видим какую-то интенсивность мы можем сказать что у него там интенсивность каких-то там 0,5 единиц что еще есть есть ширина этой линии она отличается вот области к области ну естественно на спектре присутствует шум это шум шумит аппаратура она всякие там свои нюансы дает шумит наше небо шумит космос все шумит и вот это вот оно здесь отображается но сигнал все таки мы можем получить ну и дальше не пугайтесь учить это я вас не заставлю и не буду заставлять просто хочу рассказать что мы получаем из вот того спектра а мы можем получить значение плотности и температур и именно в этом облаке как мы это получаем допустим вот кусок облака и сзади облака у нас есть какой-то источник который излучает электромагнитные волны это электромагнитная волна летит а в облаке есть вот эти вот черные точки это молекулы и иногда электромагнитная волна попадает на эту молекулу и в этих случаях происходит следующее волна может поглотиться молекулой или же может пройти дальше а потом эта молекула может излучить эту волну и тому подобное вот фактически подсчитывая вот грубо говоря подсчитывая количество от этих поглощений излучений и решая вот эту вот формулу ну потом конечно раз десять усложняя мы получаем значение плотности температуры потом мы получаем значение массы потом мы можем что еще концентрацию получить и еще там несколько очень интересных и важных характеристик этого облака ну здесь еще пописал лучше в общем что за что отвечает все если будет будет интересно потом подходите научим и то как мы узнаем о форме облака потому что видели мы видим только спектр но все-таки мы можем узнать форму облака в радиодиапазоне посмотреть какую-то там структуру и так далее как мы это делаем дальше и еще раз дальше это так для отдыха а я забыл префекционисты есть у нас здесь в общем извините ребята я старался как мог но в общем помним вот наш кружочек куда мы наводились теперь чтобы увидеть структуру облака мы наш кружочек смещаем наполовину потом еще наполовину потом еще наполовину и в каждой точке мы получаем вот подобные спектры как мы видели раньше сохраняем это все дело обрабатываем загружаем специальную программу дальше нажимаем кнопочку и нам выдает вот такой да да дальше 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 и выдает вот такой картинку вот это уже фактически структура нашего облака вот . 00 которую мы видели на предыдущих слайдах вот эта вот картинка и собственно говоря вот оно наше облако здесь отклон отложены координаты фактически мы можем узнать с какой точке с какого направления это получено и уже каждый спектр можем исследовать видим что вид спектра как-то меняется например вот на краю облака уже интенсивность слабенькая в центре она гораздо выше теперь что мы делаем дальше отсюда мы тоже в принципе мало чего можем узнать мы берем и фактически находим площадь вот этого желтого то есть узнаем интегральную интенсивность мы это называем то суммируем всю интенсивность которая попала вот в это желтая суммируем запоминаем записываем все в таблицу и теперь у нас в каждой точке есть значение интенсивности дальше берем ручку линейку и жмем дальше и соединяем точки в которых находятся ну приблизительно одинаковой интенсивности получаем вот такую крокозябру она ужасная знаю и все знают поэтому с ней никто не работает поэтому поэтому умные люди радиоастрономы написали еще одну программу которая учитывая положение соседних точек учитывая положение самой точки сглаживает эти все неровности и мы получаем картинку которую нам сейчас покажут и мы получим вот такую вот интересную картинку кто помнит с топографии там есть линии которые обозначают одинаковую высоту здесь же у нас ли не обозначает одинаковую интенсивность одинаковую мощность излучения от этого источника ну и плюс мы там еще говорим что вот это вот там 90 процентов от максимальной мощности и по спадающей вот она структура нашего облака мы у нас есть координаты можем в каждой точке посмотреть интенсивность увидеть что облако но практически сферическая да хорошо там есть какие-то нюансы но нам этого мало и думаю вам тоже этого мало что мы можем сделать дальше а давайте с вами присвоим каждой линии свой цвет и потом этот цвет ну скажем так распространим дальше по убывающей и получим и картинку следующем вот такую картинку мы получим ну и собственно говоря это уже картинка как бы который идет в публикации хотя предыдущая тоже идет в публикации и так далее то есть цветом мы уже видим здесь тоже интенсивность показана можем тоже в каждой точке посмотреть интенсивность форма все что нам угодно если это возможно ну и что мы видим до облака практически сферическая никаких особенностей но и еще одну картинку покажите нам ну из еще одна картинка то есть облака бывают разные у них структура бывают разные но у меня вопрос к вам что вы здесь видите может что видите пингвин круто кстати вы мне отлично возможно я предложу и мы называем это облако пингвин на что похоже больше отлично байбак а с научной точки зрения мы что здесь видим да возможно здесь есть какое-то маленькое второе облако то есть маленькое второе уплотнение которое как-то здесь с этим связано а может быть не просто второе уплотнение а просто выброс вещества такой вот в сторону туда биполярных выбросах вещества я вам расскажу в другой лекции уже как-нибудь а на сегодня все спасибо за внимание да мы можем узнать по расстоянию когда я показывал вам можно здесь рисовать да когда я показывал вам электромагнитный спектр вот здесь идут эти шумы-шумы потом пошла линия и шумы-шумы здесь проведем такую шкалу и если вы помните эта шкала была внизу не в частотах а в скоростях в lsr ее называли ну и километрах за секунду естественно почему так потому что все двигается в нашей галактике и здесь фактически показана скорость с которой это облако двигается относительно нас и узнав куда попадает на какую скорость ну пускай здесь будет 40 на какую скорость попадает центр линии мы фактически уже знаем где она находится в облаке почему были до меня наверное еще есть умные ученые которые построили так называемую кривую вращение галактики здесь показали расстояние ну пусть будет r в килопарсеках так измеряется очень большое расстояние радио астрономии для астрономии вообще сюда отложили вот эту вот скорость и там она получилась какая-то вот такая вот это кривая вращение галактики приблизительно вот в этом месте если я не ошибаюсь находимся мы с вами есть 8 килопарсек и вот зная эти 40 мы поставляем эти 40 нужное место и находим проводим дальше ли не находим точки пересечения отсюда мы находим приблизительно на каком расстоянии находится но как вы видите в некоторых точках некоторые скорости отвечают две точки то есть два расстояния есть такое у нас есть такая проблема и как неопределенность расстоянием есть варианты как мы решаем не будем углубляться придете к нам в институт расскажем покажем научим это один из вариантов как мы определяем расстояние до вот тех облаков которые мы видим из-за того что скорость света у нас ограничена мы видим ее такой какая она была когда-то давно самое близкое облако то есть самая близкая область в которой рождаются звезды и которые я наблюдал она находится приблизительно 0,9 парсек это приблизительно три световых года то есть она три года летит сюда вот такие но на самом деле они гораздо больше точнее извините 0,9 килопарсек значит три тысячи лет летит оттуда и от самого облака это что находится за ним или же рядом с ним она попадает на облако молекулы это в себя впитывают потом переизлучают точно также если находится облако какое-то за исследуемым облаком но тоже излучают в этом диапазоне свет может проходить не поглощаясь такое тоже возможно мы его тоже можем увидеть но на спектре мы его из-за того что на другом расстоянии находится мы увидим его чуть-чуть слабее и на другой лучевой скорости да нескромный вопрос можно? да можно ладно уж чё что я не понаслышке знаю что ученые в Украине получают мало вопрос отличается радиоастрономы от ученых в Украине или нет? так а теперь получает мало в смысле зарплаты или ну ставка вот я там сейчас числюсь частично на как инженер исследователей в первой категории без вычета налогов зарплата становится тысяча восемьсот пятьдесят гривен с вычетом налогов это тысяча четыреста пятьдесят гривен я просто не в курсе сколько кто получает отлично примерно как режиссеры радует наличие наличие стипендии аспиранции как можно применить электромагнитные волны в жизни какую полезность можно допустим измерить плотность тучи и предупредить допустим авиакомпании чтобы они не летали ну не разбились можно и это делается есть специальные метеорологические радары которые определяют наличие вообще в каком направлении тучи находятся и естественно насколько она массивная то есть насколько она большая массивная насколько она плотная это делается и даже в моем институте есть целый отдел который создает метеорологические и не только радиолокационные станции продают успешно все хорошо все у нас делается ну и электромагнитные волны можно вообще применять везде и мы их и прямо сейчас применяем вот светит все у нас показывают мы их применяем мы молодцы с вами можно если мы смотрим на разных частотах конкретно я уже не вам не усложнял вот те молекулы которые я показывал вот так красивая с разными пиками это все одна молекула эта молекула hc то есть есть такое вещество синильная кислота формулы и hc вот мы ее наблюдашь если мы от наблюдаем в той же точке но возьмем другую частоту на которой излучает другая молекула мы узнаем о количестве другой молекулы там то есть ее тоже плотность и тогда и вот так меняя частоты мы можем узнать состав или например если мы знаем плотность того же аж цена тоже давно до нас до меня ученые сделали и написали что плотность водорода соотносится к плотности hc на как что-то там и поэтому если мы узнали плотность hc на мы уже знаем плотность водорода мы молодцы а А плотность водорода соотносится с плотностью гелия, как что-то там, и мы уже знаем плотность гелия. Ну и, в общем, вообще крутые. Еще вопрос? Да. А вот какого отговора синий кислоты? Получается, в ней передается какое-то возбуждение, она испускает электромагнитные волны. В каком диапазоне? Конкретно то, что я вам показывал, это 88,6 ГГц. Это радиодиапазон, длина волны приблизительно 3 мм. Радиодиапазон. А какие еще вещества используются? Вещества, или за какими мы наблюдаем? Я конкретно наблюдал, еще есть молекула ЦС на частоте 95 целых с кусочком ГГц. Вообще наблюдают радиоастрономы в широком диапазоне электромагнитных волн, начиная от декаметрового диапазона, там, где десятки метров длина волны. Вот конкретно вот куча тех антенн, которых я говорил, аж 240 штук, вот они наблюдают в декаметровом диапазоне. Эта частота, вот я, конечно, совру, но это десятки МГц и сотни МГц. Туда попадают еще и наши радиостанции, в общем, им значительно мешают наблюдать, поэтому тоже они наблюдают по ночам, когда они молчат, эти радиостанции. Конкретно это я показывал источники в миллиметровом диапазоне, есть в сантиметровом диапазоне. В общем, шкала очень большая, и сейчас очень активно в мире усваивается субмиллиметровый диапазон. Это уже там сотни гигагерц, и мы тоже не отстаем, мы тоже пытаемся усваивать, строим такой телескоп двухметровый, который потом собираемся куда-то вывезти в горы, и там его поставить, роботизировать и наблюдать с Харькова сидеть за тем телескопом, который находится за тысячи километров от нас. Вот. Пожалуйста.